всем доброе утро следующего дня чем мы прошли все юридические проволочки подписали все документы сделали оплату части суммы и уже они начали сегодня бурить сейчас мы пойдем проконтролировать моня зачем-то остановился трепаться вон с той тете я не знаю зачем и тут они продают много корзин это местные для местных то есть это местный рынок здесь туристов нету и корзины эти конечно корзина это хорошо да в танцзании тоже политика ухода от пакетов магазинных не выдают пакеты выдают какие-то тряпичные такие штуки брюки это правильно и кстати я вот здесь получается был где-то два года назад за два года мусора стало значительно меньше вот пакетов именно вдоль дорог значительно меньше валяется молодцы что сказать надо в чем-то брать с них пример такие вот корзинки в россии они уже отошли из практики в таиланде тоже а между тем они ведь удобный хранятся не бесконечно с такой штукой если к ней переделать удобные лямки на спине чтобы носить или через плечо на себя можно магазин ходить не несколько поколений хорошая штука там он они продают все циновки какие-то большие корзины и все остальное тут дальше фруктицы но рынок пока еще закрыть моня все трепется с какой-то тетей трепаться африканцы по телефону и вживую могут бесконечно вообще в принципе вот ему я все время с ним езжу думаю интересно кто из нас бизнесмен ему звонят примерно раз пять минут у него телефон звонит и он разговаривает минут по 30 потом значит он заканчивает разговор я пытаюсь с ним обсудить какие-то планы у него тут же опять звонок и опять 30 минут он с кем-то разговаривает бей так бесконечно мекаться круглые сутки я не знаю ночью ему звонят не звонят скорее всего звонят тут много рассады то есть местные жители уделяют внимание дизайну интерьера и экстерьера ну понятно что не все те кто с доходом выше среднего доход здесь нормальный 200 300 долларов в месяц за за па у них да вот средний это где-то 400 600 но и хороших же 600 800 тысячу напоминаю прошлый раз когда приезжал моня зарабатывал где-то тысячу в месяц сейчас он видишь него доходы хорошо подросли что у него компания туристическая возят мзунгу во всякие национальные парки жена его тоже у нее доходы подросли в прошлый раз когда я был она зарабатывала где-то 400 500 сейчас она зарабатывает 600 800 в месяц и это отнюдь не богатая семья ребята для африки это нормальная африканская ну как танзанийская зп то есть ему никто не говорит вау ты богатый чувак вот это да нет здесь много богатых людей местных именно ездят на мерседесах на лэнд круизеров у них большие загородные виллы виллы я снимал года четыре назад когда я выложил ролик что африканцы и вот так тоже живут очень многих пидгорело прям пидгорело страшно вообще прописали в комментариях як же ж у нас пидгорает помогите почему ну ведь нашему человеку наш я имею ввиду и русские украинцы и белорусы тяжело поверить до что в принципе в провинции в российской уже люди живут на уровне провинции африканской вот с этим смириться крайне тяжело подгорает просто дико многих если сегодня время будет заедем тоже еще раз такие деревни ну такая не богатая то есть не деревне миллионеров средняя деревня до людей со средним достатком подъезжаем уже чуть туда дедуля хочет непонятно что то ли что по подвезли не знает как дверь открыть но с мечом зато смотрите маяц воин очень здесь сухо вот мы были здесь получается где-то неделя прошла наверное да прям сильно трава по жуху то есть сезон дождей как-то страной обошел это место вот суховато не знает как дверь закрыть все закрыли до новых от июз я шуля-шуля это короче у них школа видимость немецкого мне кажется все школы шули называют причем и на масальском и на этом на суахили тоже детишки еще здесь алло массой мамбо джамбо но уроки уже то ли закончены то ли тут этот сорвана уроки из-за бурения не знает она учительница алло мамбо джамбо так приехали мы тут естественно собрались все бездельники ой вожди алло 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 масса и халло джамбо мамбо учительница у них явно не мазайка судя по корме алло она другой целая своей 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 backend сзади свой 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 своей ты детишки уроки сорваны естественно о дедушка тоже хочет поздороваться от не значит он ехал со мной в машине уроки сорваны полностью совсем я думаю что можно всех отпускать домой никто учиться не будет уже сегодня точно все боятся значит уважают халлок учительница говорит давай сейчас всех детей соберем и они будут тебя благодарить я рюне давайте чего воду запустим и проверим чтобы она была пригодна для питья еще есть шанс что вода будет непригодная вообще такое может быть и такое бывает и вот когда запустим воду и она будет пригодна и для питья тогда окей можно будет уже сказать мне спасибо hello но дедули сказали что нет потом нельзя ведь ладно спасибо не будем говорить скажем добро пожаловать ну ладно давайте чё раз надо раз надо значит надо что-то вот 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Кто-то захочет скидываться, а кто-то скажет, а мне и так нормально, мне ваша вода ненуженая сто лет. Я продавать коз не буду. Такое же может быть, может быть. В общем, работа идет, поедем. Детишки шуганулись. Детишки шуганулись. Пока рано радоваться, ребята, это техническая вода, ее пить нельзя. От нее как раз люди слепнут, отказывают у них ноги и т.д. и т.п. То есть, да, хорошей воды бурить еще очень-очень долго. Ну, где-то недельку точно. Поэтому сейчас мы оставим им воды, 20 упаковок. Но это, конечно, для такого количества людей ничего, да? И поедем. Нас еще учительница попросила принтер купить, подарить им. Ну, купим, конечно. А что делать? Тут сразу, вот, кстати, ребята выше меня ростом, вот эти трое. Сразу образовался небольшой, не то что конфликт, вопрос, как делить воду. Договорились, что 10 упаковок мы отдаем школе, и 10 в деревне уйдет. То есть, видите, они нуждаются в воде, что даже этот вопрос обсуждался на уровне вождя, кому сколько упаковок сейчас будет. Вот он стоит, контролирует. Едем мы уже несколько часов в первое место. Тут, конечно, очень сухо. И тоже как будто бы сезон дождей не особо-то есть. Ну да, травка зелененькая, но ее очень мало. В основном колючки всякие. Камни. Ну, такая каменистая саванна с бушем. Hello, hello, да, Масай поздоровался со мной. О, даже что-то цветет. В такую засуху. Еще ехать нам, наверное, пару часиков. Ну, везде ландшафт вот такой вот. То есть, так, издали смотришь, кажется, зелененькое все. А поближе, смотрите, глина, песок, глина, песок. А вот эти растения, они жутко колючие. То есть, что тут едят эти коровы и козы, не совсем понятно. Вон, все в колючках. Полностью. В чем колючки прям как стальные такие, даже фиг отломаешь. Очень прочные. Я когда-то, когда мы ездили на добычу цаварита, зацепился волосами, полез вот такую вот чащу. Волосами зацепился, не мог выдраться оттуда. Вот, напоминаю вам, раньше они ходили набирать воду вот за эту гору. То есть, вокруг обходили. Там что-то расстояние какие-то были, я уж не помню. То ли 20 километров в один конец. То ли 40 километров, ну, какие-то такие серьезные. Нам, конечно, диванным спортсменам такое у нас в голове не укладывается, да, что тебе надо несколько раз в неделю с канистрами пешком идти. Вот, и на фоне всего этого истории наших бабушек и дедушек, о том, как они ходили в школу, становятся смешными рассказами. Потому что вот эту всю работу выполняют как раз дети и подростки. То есть, именно школьники. Это будет звучать так. Отправил меня папка как-то раз за водой. Я шел два дня туда, два дня обратно по дороге. Мы его там какого-нибудь соседского мальчика съели львы. Примерно так эти истории звучат. Вот вам саванна. Великолепно, конечно, очень красиво. Сейчас не очень жарко, потому что тучки. Но ведь тучи летают, а дождя нету. Как-то вот он не выпадает. А вон идут ребята, сейчас мы им предложим воды. Вот они утром выходят из дома. У них нет такого понятия, как завтрак и как обед. И мамка им ничего с собой не дает. Они до вечера гуляют вот так вот. Коз пасут. И потом вечером они уже ужинают, пьют воду. Представляете, то есть насколько организм приспособлен. Мы вот так, если по жаре будем ходить без воды, да. У нас обезвоживание, тепловой удар. Ну не знаю, пару часов мне, например, надо. И все, я готов. Буду. Идут. Бегут. А, школьники со школы идут. Это значит не выкос спасете. Hello? Так, тебе, наверное, тоже надо отдать, да? Чтоб обидно не было. Вы из одного дома или из разных? Непонятно. Сейчас дадим второе вам. Wait, wait. На, тебе тоже. Все, свободны. Идите. Так, а коз, значит, пасут там другие. Ну тоже школьники, которые в школу не ходят. Видите, эти ходят. Какие-то не ходят. Сейчас их тоже найдем. Так, вот мы приехали. Тут занятия уже закончились. Но дети не уходили домой. Ну как, часть ушли, часть нет. Которому мы воду дали, это они тоже шли со школы с этой, судя по форме. Сейчас будем спрашивать, что тут, как у них дела. Понизилось ли количество умерших за последние два года. В общем, какой результат? Ну, дети не все, понятное дело, что почти все уже ушли домой. Вот. А здесь это вторая смена, оказывается. То есть, они должны быть здесь. Они не остались, чтобы дождать. Вот. И мы им хотим выдать ту воду, что привезли. Смотрите, как красиво, да? Вот раньше они за эту гору ходили за водой. Вот. И сейчас учитель знает, как правильно выдать, чтобы не было драки, толкотни и всего остального. В школе вода есть, но тут другой момент. У них нет бутылок. То есть, бутылку, понимаете, можно воду набрать и нести с собой. Например, когда ты идешь домой, два часа пешкодралом после окончания занятий, ты не можешь попить. А если у тебя есть бутылка, ты можешь попить. Поэтому бутылка это ценность. Вот. И, кстати, поэтому здесь пластика не валяется нигде. Его весь подбирают полностью. И хорошая новость. Смотрите, мы с вами пробурили скважину два года назад. До этого каждый год умирало какое-то количество детей. Обезвоживание, дизентерия и всякое другое, да? Вот с тех пор, как я пробурил и уехал, ноль детей умерло. Это хорошо. То есть, мы, видите, такая простая вещь, как вода, да, спасает жизни людей. Это великолепно, я считаю. Мне кажется, что не хватит каждому по бутылке. Ну, блин, что подделать? Мы по дороге много раздали. Это, наверное, как, если бы у нас в школе, когда мы были маленькие, раздавали мороженое или пирожки с по виду, да? Примерно так же. И сейчас пойдем посмотрим генератор, расспросим, как он работает, как они чинят его, когда он ломается и все остальное. Все. Всем хватило. И даже еще осталось у нас. Ну, отлично. Я на Масайском знаю, спасибо. В общем, тут же пришли какие-то негодяи и отрезали тросик, на котором висит помпа, там, на глубине 370 метров, да, она может поближе, я уж не помню. И пытались ее вытянуть, чтобы украсть, и уронили туда. Она утонула, ее не смогли поднять, покупали новую. После этой истории они вот такой построили штуку, которая забирается на замок. Так вот. О, даже включать не есть. Технологии. И вот они до домика шланг протянули. Набирают тут все канистры, ведра, все приходят с округи. Набирают тоже. Вот школьников эксплуатируют. У школьника рваные шорты. Ну, они действительно очень бедно живут. В общем, в школе у всех есть вода. И когда... Вот, даже видите, пастирушки теперь устраивают. Вот. И когда... Не очень сухой сезон, вот как сейчас, они разрешают даже поить скотину местным жителям. Ну, говорит, что когда был сухой сезон... Вот сейчас дожди закончатся, будет сухой сезон. Воды намного меньше. Вот. И скотину они не дают поить. Ну, коров, ослов всяких. Из-за этого есть конфликты. Не все хотят скидываться на ремонт. Но, тем не менее, как-то они эти вопросы решают. Я принципиально с ними договаривался, что я не участвую в ремонтах пожизненных, да. Ясно дело, что что-то ломается, надо ремонтировать. Но вот молодцы, они смогли разобраться сами. Но говорит, что есть недовольные. Что говорят, моя корова выпила меньше воды, чем ваша, поэтому я скидываться не буду. Но это, ребята, что, международная совершенно ситуация. Такое есть везде. Сейчас покажу. One moment. В общем, у них в этом доме они, значит, оперируют водой. Это правильно, да, сделано. Вот этот у них бак раньше был. Они он набирали полный от дождя. Он сломался. И тоже кто-то хочет скидываться, кто-то не хочет скидываться. Но, опять же, пусть эти вопросы решают сами, я считаю. Баловать людей вот так вот сильно прям не нужно. Ну, тоже, знаете, у кого-то 10 детей, у кого-то один. Он говорит, а что, мой ребенок мало пьет. Вот, да, пусть ваши, вон, много выпили вчера, мне Коля рассказал. Пусть они платят что-нибудь такое. Единственное, что я говорю им, они хранят генератор здесь, вот в этом доме, да, и каждое утро его уносят, потом вечером обратно несут. Вот, я говорю, поставьте генератор там, заприте его в комнату отдельно. Замок повесьте и просто киньте туда шнур. Провода здесь не воруют в Африке. Вы видели, да, видео, даже железную дорогу не разбирают почему-то. Для меня это вообще загадка. Это же милое дело, украсть провода метров 200 и сдать его на алюминий или на медь. Но вот как-то эта тема здесь не развита, и тогда генератор не надо будет туда-сюда носить. Но вот она говорит, о, да, надо подумать об этом. Ну, видите, что, они же тут без электричества живут. Тут нет электричества, и они не сильно шарят в этой всей логистике. Мы как-то посообразительней, потому что нам попривычнее все это. Ну, вот, мы тут минут 15, наверное, уже набрали полный бак. Так что все норм, все работает, молодцы. Я, знаете, тоже думал, что, может быть, сейчас приеду, тут уже ни генератора, ни насоса. Все разворовано, продано. Нет, молодцы, видите, сохранили. То, что им, то, что мы им дали, они смогли сохранить. В общем, она рассказала Моне, Моне рассказал мне. Здесь конфликт властей Масаев. Масаи вокруг очень бедные, у них очень мало скотины. Но если вы посмотрите внимательно кадр, промотайте назад. Там у многих ребят рваная форма. Видно, что они не первый год ее носят одну и ту же, да? И у них 300 плюс детей в школе числится, а ходит 70-80. Причем дети разные. Там в этом месяце одни, в следующем месяце другие, а потом опять другие. И как бы здесь обязательно образование для всех. Не отдавать ребенка в школу это преступление. Его должны забрать власти, отдать в специальный, ну, как детский дом, наверное, да? Но, естественно, Масаи скрывают количество детей реальное и отправляют их в школу по очереди. Почему? Потому что все бедно живут, дети это рабочие руки. Если детей всех отправить в школу, все умрут с голоду. Но, по крайней мере, то, что мы могли сделать, мы сделали, да? То есть все дети, которые приходят в школу учиться, имеют воду чистую, вкусную. Я попробовал, она действительно вкусная. Кто не приходит, не имеет. Но вот кто сегодня получил бутылки, они смогут набирать и переносить своим братьям, сестрам там куда-то. Вот, когда сезон дождей, как сейчас, напор получше, вода повыше стоит. Они вечером дают всем. Когда воды мало, только школьники пьют. Но, собственно, мы и хотели напоить, обеспечить водой только школьников. Ну, я считаю, что мы молодцы. Задание выполнено здесь. И они смогли, видите, то, что им дали, не просрать. То есть тоже молодцы. Это в наше время это редкость. Э, не драться. Все, у них через 4 минуты заканчивается учебное время. Скоро уже будет темнеть. Нам еще много часов пиликать домой. Хеллоу, хеллоу. Вон, воду уже повыпили пустые бутылки. Ну, видите, бутылка тоже ценность. А кто бросил, подбирайте. Автомобильные шины порезанные. Вон богатый один есть. Вот кроссовки от старшего брата. Остальные все гоняют в автомобиле в шинах. А, нет, вот у девочек самошибные. Это они сами шьют из шкур. О, ботинки у кого-то есть. У этого только часть с одеждой осталась. Come, come, not afraid. Вон, видите, порванное все. Небогатые люди живут, но живут зато. Окей, бай-бай. I go now. Аси. Так, по дороге раздаем хеллоу, остатки воды. Это мы уже отъехали далеко от школы. И тут дети не могут пойти и попить. Ой, школа. На. Бери. Да и вон, вот, а. Есть. Окей. В саванне как-то странно. Всегда едешь, людей нет, останавливаешься. Куча народа появляется. Пока. Эй, эй, маджи. Ха-ха-ха. Come on. Так, все, у нас тут осталось уже ничего практически. Будете брать? Давайте быстрее. Ха-ха. Так, удержишь? Нет, ну что ты такой? Тренируйся. Они побаиваются. Мне кажется, мы когда были два года назад, я здесь тоже давал воду. Окей, бай-бай. Пасут коз. Вон козы у них там. Он еще бежит. Так, ладно, одну бутылку оставлю нам. Come on. Так, вот эту бутылку я приныкаю. Забирайте вот это. Бери, 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 бери. Испугались. Ха-ха. Come, come. Стесняются или боятся? Так, все. Давайте, счастливо. Напряженные у всех лица. Бай-бай. Я говорю, что это еще нормально. Они так опасаются, но не убегают. Другие, вы помните, я показывал много раз, да? За горизонт убегали вообще. То есть это такие, они настороженные, но не боятся. Ну и видите, в школу они не ходят. Наверное, далеко до школы, скорее всего, я думаю. Часа два пешком пиликать. Возможно. Сюля? Ну? А? Ну, why? Янг Чилден говорит, это еще молодые дети для школы. Но, she is not, and she is also not. А, эти две ходят в школу, хорошо. А эти еще маленькие, да, для школы. Эти вообще еще микроскопические. Как они пиликать? How old? How old? Два. И у него есть уже, этот, палочка, чтобы коз пасти, видите? В два года, то есть двух лет. Now he handled goats, yes? уже пасет коз два года в два года ребята два года я только мог делать ать 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 и пускать слюни примерно и все я никого не пас вообще меня надо было пасти и вытирать не попу это как садить и эти ходят все-таки в ту школу блин но это далеко конечно сейчас в речке есть вода не пьют из речки потому что это ближе итак ребята мы уже долго едем и нам еще долго ехать я собирался дописать финал в отеле но что-то мне кажется я уже когда приеду уже захочу сильно спать может быть дойдут тренировочки а может быть и нет не охота уже записывать в отеле финал поэтому в принципе все понятно да что дело нужное и внимание нужно привлекать я считаю таким вопросом что где-либо дети страдают умирают от жажды ведь у нас так получается что на планете земля сейчас от ожирения например у людей умирает в разы больше чем от голода или от жажды то есть такое неравномерное распределение еды и воды и я хочу чтобы это видео вышло в топ и в рекомендации как у нас было с прошлым видео вода детям для этого мне нужна ваша помощь вам нужно каждому из вас мухи у нас летают написать 5-6 комментариев под видео но не коротких ни одно слово пожалуйста то есть напишите какое-нибудь предложение меняйте в нем слова местами если вы хотите как-то помочь а если будет много комментариев под видео сразу после выхода его в эфир она наберет сразу много лайков про много просмотров а да и лайкать я никогда не просил но в данном случае это нужно то его увидит больше людей а соответственно появится больше людей которые захотят делать что-то подобное кстати я встретил русскую пару парень с девушкой из москвы когда прилетел в кению они тоже вот летают регулярно в африку и тоже бурят скважины причем отличие от меня они на африке вообще ничего не зарабатывают я хотя бы камни из африки покупаю продаю да и зарабатываю ими есть что людям отдать обратно они вообще в москве у них бизнес который с африкой никак не связан совершенно но тем не менее здесь таких будет несколько тысяч человек дата ситуация изменится а ну и в комментариях многие из вас просили рассказать историю про блогеров дело в том что ведь есть международные фонды до чтобы помогать вот тем детям которых мы сейчас с вами видели как-то выглядит они собирают огромные деньги миллионы миллиарды долларов и например там так разработка стратегии по планированию помощи значит 500 миллионов долларов списали потом там начало планирование планирование помощи еще 500 миллионов списали ну понятно что это коррупция нашел с какой-то американский блогер я сам лично это не видел он увидел уже анализ этой всей истории да и он за приехал и пробурил то ли 400 то ли 500 скважин в в южном судане и в эфиопии в кении в танзании просто вот вот так вот раз и готово и его начали преследовать штатах службы специальные спецслужбы правительства и все все остальные по всяким надуманным причинам привлекать его к ответственности почему потому что понимаешь уважаемые люди много лет списывали деньги на то чтобы спланировать планирование помощи африканцам а ты вот взял в лес и помог ну так же нельзя поэтому вот у него сейчас у этого блогера проблемы я думаю что если вы чуть-чуть погуглите вы про него найдете довольно много инфы и писали нет ли у меня подобных проблем нет у меня не тот масштаб я хочу бурить стабильно одну скважину в год если я буду бурить 100 в год то-то ко мне тоже придут уважаемые джетельмены которые планируют планировать им помочь за огромные деньги вроде все еще раз напишите 5-6 комментариев хотя бы по 5-6 слов разных каких-то да это важно вы что-то измените вот кстати последнее место где останавливался два часа пешком идти от школы где мы пробурили вот прошлый раз видите очень бедные люди живут прямо очень нет по ним видно вот мы им тоже можем следующий раз помочь сливом